Более 600 наград привезли в наш город юные артисты и музыканты в этом году. Среди них есть и победы на международных конкурсах. Специалисты говорят, что количество гениев увеличивается. С чем это связано, расскажем в следующем материале. Известный вальс зазвучал по-новому. Исполняет его лауреат международных конкурсов на самом современном кларнете. Рояль, барабан, аккордеон и еще шесть новеньких инструментов, купленные за границей, появились в 36-й музыкальной школе благодаря муниципальной программе. Скрипки, гитары, пианино получила третья. Школа живет, школа развивается. Мы благодарны, конечно, нашей администрации, потому что в этом году мы смогли и кровлю свою обновить, слава богу, нигде ничего не течет, и купить музыкальные инструменты, и смогли двери входные поменять. Заниматься сложно, когда капает с потолка, а потому ремонт и кровель, и фундаментов нужно сделать в первую очередь, распорядился глава города. В среднем музыкальной школе укрепили стену и отремонтировали крышу. Появились новые концертные залы. Это была тоже такая убитая аудитория, которую превратили, тут было две аудитории, которые превратили действительно в такой милый, приятный, красивый концертный зал. Фасад дворца молодежи расцвел яркими красками. В комфортных условиях теперь занимаются и юные актеры театра «Автограф». Будем солнышко кликать, вы на той белке. Первый, кто начнет гореть, надо посчитаться. В этом году учреждения стали доступнее для посетителей с ограниченными возможностями. В той же третьей музыкальной школе установили специальный подъемник. В 36-й поставили подъемную платформу с вертикальным перемещением. Налогичное оборудование приобрела художественная школа. В каждой занимается по 700 ребят. Половина из них учится на бюджетной основе. С 2012 года у нас в программе именно муниципальных программ за счет средств местного бюджета теперь предусмотрены деньги на поездки детей на различные конкурсы, на поддержку творческих коллективов для того, чтобы можно было там и с костюмами вопросы решить. Раньше очные конкурсы были редкостью, а сейчас и Северодвинск проводит их у себя. Педагоги имеют возможность поучиться у именитых профессоров. На встрече с мэром ни один преподаватель не задал вопрос о зарплате. В учреждениях культуры она значительно выросла за последние годы. Каждый год местный бюджет уделяет особое внимание одному из учреждений. Значительных вливаний в 2016 дождется музей. На культуру выделены средства на уровне 2015 года. И сокращать их не планируют, ведь результаты говорят сами за себя. Юные дарования из Северодвинска в этом году привезли более 600 престижных наград. Это на 38% больше, чем в предыдущие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова